Друзья всем привет вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас новинка лазерный уровень Shijing 7259 это 3d лазерный уровень с зелеными лучами как вы помните такой же чемодан у модели 7169 тоже 3d лазерного уровня с зелеными лучами посмотреть его обзор можете перейдя по ссылке в верхнем углу итак начнем приходит в таком же классном чемодане на сегодняшний день я считаю что это самый лучший чемодан он весь покрыт ребрами жесткости имеются петли для замков сделан очень качественно из толстого пластика хорошая ручка отличные петли в общем друзья чемодан на самом деле самый такой внушающий доверие из всех что я пока что видел есть даже воздушный клапан он кстати очень важен допустим если вы заносите прибор в кейсе из холода в тепло просто открываете клапан ждете какое-то время хотя бы полчаса и можно уже открывать чемодан и пользоваться прибором не боясь что образуется конденсат внутри прибора мощные такие защелки также из толстого пластика в общем чемодан что надо так ну давайте вскроем и посмотрим все поближе так друзья вот так вот выглядит весь комплект уложенный в чемодане обратите внимание что по контуру крышки кейса идет резиновая прокладка а здесь такой пластиковый специальный выступ то есть при закрытии они плотно соприкасаются и получается такой довольно защищенный от пыли и влаги кейс так давайте сейчас все достану и посмотрим все поближе как видите комплект довольно большой и давайте начнем с инструкции есть такая инструкция правда она непосредственно к этому прибору почему-то не относится кстати оказывается шижинг выпускает не только лазерные уровни у них очень неплохие плиткорезы и также они выпускают и циркулярки различные ручные инструменты миксеры строительные здесь инструкция почему-то вот от такого прибора поэтому спецификацию нам не посмотреть посмотреть подробные технические характеристики можете на сайте laser level точка руку или перейдя по ссылке в правом верхнем углу так ну поехали дальше из переходников в комплекте есть наклонный переходник то есть устанавливаете прибор задаете угол зажимаете и он фиксируется под таким углом есть переходничок с 5 восьмых дюйма на одну четвертую также в комплекте есть такое отдельное поворотное основание с резьбой 5 восьмых дюйма и снизу резьба также 5 восьмых дюйма есть пузырьковый уровень для предварительной грубой установки и ножки которыми в принципе можно подрегулировать этот уровень микровинтов у него нет сделано кстати весь из металла и теперь из новенького друзья значит появилась такая платформа механический лифт такой то есть устанавливаете то этот уровень чем примечательным у него горизонт проецируется снизу то есть не как обычно в 3d уровне и сверху а ближе к полу ставите сюда прибор и поднимаете ход довольно плавный максимально платформа поднимается до 9 сантиметров но в принципе интересное довольно решение для монтажа полов еще каких-то конструкций будет даже очень удобная вещица также друзья в комплекте есть очки кстати неплохого качества очки не царапающиеся то есть видно в них очень хорошо самое интересное это конечно же крепление необычное магнитное она чуть-чуть модифицирована от прошлого крепления если посмотрите крепление выглядит немножко по-другому но в принципе механика осталась примерно такая же то есть она такой в виде крана здесь этим винтом регулируете подъем либо опускание этой стрелы на стреле есть пузырьковый уровень что очень удобно эти винты отвечают за движение вокруг своей оси но здесь нужно заметить что ход у них ограниченный они поворачиваются где-то на 45 градусов вот в принципе все это крутил до конца дальше он не крутится то есть 45 градусов вправо 45 градусов влево от нуля в принципе этого достаточно этот болт соответственно отвечает за передвижение вот этой части по стреле и здесь же есть такая кнопка для быстрого передвижения этой платформы то есть вы нажимаете и передвигаете а если нужно чуть-чуть подвести то уже доводите этим винтом и эти два винта друзья отвечают за смещение то есть всего крепления получается по факту но будет двигаться вот эта площадка тоже ход ограниченный но тем не менее это такая маленькая скрупулезная подстройка и также верх-низ вверх-низ болт двигается особенно плавно до вся коммуникация друзья с этим креплением проходит через такую металлическую пластину вот такого плана то есть она также идет в комплекте она крепится на саморезы либо на гвоздики но если деревянное какое-то строение которые тоже идут в комплекте то есть вы конечно можете прикрепить любой магнитной поверхности это крепление допустим к профилю но если взять допустим стояк то к этой трубе уже нам будет не прикрепиться то есть видите магниты расположены таким образом что нужна широкая поверхность а так крепите пластину и уже к ней магнитите само крепление магнитится соответственно очень сильно также в комплекте два аккумулятора типа 18650 на 2600 миллиампер часов 3,7 вольта но это кстати очень на самом деле удобно это самые популярные аккумуляторы и стоят они весьма недорого к ним идет такая зарядка на вилку есть специальный переходник довольно низкого качества но тем не менее кому хочется что-то посерьезнее то в принципе можно купить это у нас в любом магазине радиодеталей ну и соответственно тут два диода когда разряжены горят красным когда заряжены горят зеленым все очень просто да друзья еще одна очень важная новинка здесь уже с этим нивелиром в комплекте идет пульт дистанционного управления согласитесь это реально очень удобно он полностью повторяет клавиатуру на самом приборе то есть здесь можно управлять всеми плоскостями управлять всеми режимами то есть действительно очень удобная штука но чуть попозже мы конечно же посмотрим как он переключает так друзья и сам прибор сделан он очень хорошо все четко зазоры все ровные хороший пластик используется но можно сказать что довольно мало резины резиновые кромки они такие тоненькие и больше носят такой декоративный характер нежели защитный башни крепится отдельно на 4 болта это очень удобно и вот нижний излучатель как видите идет максимально близко к полу на лапе снизу есть две резьбы одна это сама лапа крепится к башне и вторая 1 4 дюйма стандартная резьба да друзья лапа оснащена дополнительными болтами это если допустим пол немножко кривой и чтобы скорректировать положение прибора можно ими воспользоваться также благодаря пузырьковому уровню сверху ну чтобы предварительно выставить прибор более менее ровно когда в принципе болты эти не нужны их можно свободно выкрутить убрать в кейс чтобы они тут не болтались потому что если они будут чуть чуть больше выкручены то они будут перекрывать лазерный луч поэтому если они не нужны то их просто лучше выкрутить как заявляет производитель у него стоят лд лазерные модули от японской компании шар правда выглядит они немножко по-другому нежели как мы привыкли видеть допустим как у fireco 3d green либо у fukuda 3d green тут немножко другой форм-фактор и вид у них немного другой такой удобный тумблер широкий включить выключить сверху есть клавиатура вертикаль 1 вертикаль 2 горизонт режим работ с приемником все можно включать по отдельности это один из самых удобных вариантов клавиатура такая прорезиненная кнопки нажимается четко но друзья здесь можете увидеть модель 7259 батарейный отсек закрывается на такую пластиковую крышку и не защелкивается а закрывается таким образом задвигается но в принципе довольно плотно закрывается как я только его получил у меня сразу закралась мысль а как к нему крепится вот это необычное крепление которое идет в комплекте оно должно как-то задвигаться но здесь ничего такого нет подобного то есть никуда его не примастырить вот эта вставка с пузырьковым уровнем то есть вы ее достаете переворачиваете задвигаете обратно и таким образом у вас получается платформа которая как раз уже заходит в это крепление и вот таким образом крепится уровень к данному креплению довольно интересное решение так друзья сейчас предлагаю вставить аккумуляторы и посмотреть как он работает давайте посмотрим алгоритм переключения плоскостей то есть при включении тумблера сразу загорается горизонт как можете видеть он максимально низко идет полу вот если посмотреть то это два сантиметра три миллиметра довольно низко согласитесь ну и собственно говоря отдельными кнопками переключаете плоскости по отдельности в один загорается вертикаль спереди в два загорается вертикаль сбоку соответственно второе нажатие также будет ее отключать ну согласитесь это самый удобный вариант горизонт также можно отключить включить по отдельности то есть в принципе удобнее алгоритма наверное не придумать и вот эта кнопка отвечает за режим работ с приемником то есть нажимаете линии начинает гореть чуть тусклее и можно работать с приемником до 50 метров в одну сторону по поводу режима работы с заблокированным компенсатором он включается при включенном нивелире зажатием опять же этой кнопки включение режима работы с приемником вы зажимаете кнопку на 2-3 секунды до характерного сигнала вот сигнал прозвучал и все теперь можно размечать под наклоном то есть линии мигать не будут и звукового сигнала идти тоже не будет но в этот момент компенсатор не заблокирован то есть здесь нужно работать без резких движений чтобы не повредить компенсатор чтобы отключить этот режим заблокированной линии так сказать снова удерживать эту кнопку до характерного сигнала и уже при наклоне линии будут мигать и идти звуковой сигнал это такая сигнализация чтобы вы не допустили ошибок просто если бы такой сигнализации не было вы могли поставить прибор под наклоном который превышает рабочий диапазон компенсатора а его рабочий диапазон плюс-минус 4 градуса то есть этот наклон в районе 4 градусов будет скомпенсирован и маятник установится точно по уровню но когда этот угол превышен то линии начинают автоматически мигать и идти звуковой сигнал тем самым прибор как бы просит поправить его и поставить на более ровную поверхность да друзья все то же самое управление можно производить с пульта дистанционного управления действует он в радиусе 10 метров не более но в принципе этого достаточно то есть можно отключать включать также вертикали горизонталь включать выключать режим работы с приемником и также с него можно включить режим заблокированной линии то есть удерживать эту кнопку до характерного сигнала и все теперь можно размечать под наклоном чтобы выключить опять также удерживать эту кнопку мне кажется это несколько удобней чем допустим как у bosha у нового управлять с телефона то есть руки не всегда чистые настройки и лапать телефон грязными руками не всегда удобно этот же пультик можно всегда таскать в кармане большие удобные кнопки можно нажимать в перчатках ну и не так жалко его да друзья все подобные уровни с такой конструкции когда горизонт идет по низу а не по верху у них у всех есть такая отличительная особенность в том что компенсатор у них устанавливается довольно долго это происходит потому что под маятником как у обычных нивелиров магнитов не стоит они стоят где-то в стороне и под тяжестью маятника магниты не так резво справляются с его колебаниями и здесь как можете заметить линии качаются долго если допустим при включении либо переустановки прибора с места на место придется подождать вплоть до девяти секунд так и поехали так друзья ну вот как видите до полной остановки у нас заняло чуть больше девяти секунд это конечно довольно много да и еще мы с вами не разобрали выключение прибора выключение происходит очень просто выключаете тумблер компенсатор блокируется и все линии отключаются непосредственно от сети 220 вольт этот нивелир не питается и от батареек также с ним поработать не получится но друзья из-за того что применяется здесь самые распространенные аккумуляторы которые можно купить по 200 рублей за штуку то в принципе приобретя второй комплект этот вопрос с вариативностью питания он отпадает сам собой то есть один комплект у вас заряжается на одном работаете и так меняете по кругу до бесконечности да кстати заметил еще одну такую интересную вещь вот сейчас стоят два аккумулятора включаете нивели работает все хорошо выключаем достаем один аккумулятор любой снова включаем прибор и друзья он снова работает очень интересно первый раз вижу такое но в принципе это даже неплохо можно работать на одном аккумуляторе один заряжать даже не покупать второй комплект так ну и теперь предлагаю проверить толщину его линии на разных расстояниях возьмем метр 5 метров и 15 метров и так друзья на одном метре линия очень яркая тоненькая по толщине она около 1 миллиметра очень классный результат давайте посмотрим на 5 метрах на 5 метрах толщина линии осталась практически такой же в районе одного миллиметра яркость немного упала есть друзья небольшие микро покачивания как можете видеть но это в принципе стандартная ситуация такие микро покачивания встречается очень часто и практически у каждого нивелира невзирая на бренды и регалий так и давайте посмотрим на 15 метрах так и на 15 метров толщина луча где-то 3-4 миллиметра в принципе отличный показатель по яркости тоже в принципе все нормально линия хорошо видно в общем друзья довольно интересный лазерный уровень весьма качественно сделан имеет неплохую комплектацию и однозначно стоит своих денег стоит он кстати чуть больше 10000 рублей согласитесь для такого комплекта для такого кейса ну и в принципе для зеленого 3d лазерного уровня это вполне нормальная адекватная цена единственное что мне не понравилось в нем это долгая установка компенсатора в остальном же все сделано на высоком уровне поэтому друзья кого не смущает долгая установка компенсатора то конечно же рассматривайте эту модель для приобретения да кстати друзья я знаю еще один его плюс в том что он довольно удобно и просто настраивается об этом я расскажу в следующем видео и также в следующем видео проверю его на точность поэтому друзья не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео конечно же ставьте палец вверх если видео было полезным до новых встреч, всем добра, пока-пока!